Здравствуйте, с вами календарь рыболова на телеканале Трофей. Последний летний месяц в разгаре. После осадков температура воздуха немного понижается. Рыба все чаще подплывает ближе к берегу и держится в верхних слоях водоема. Как и в любой другой летний месяц, наилучшая рыбалка происходит в утренние и вечерние часы. На этой неделе мы с вами поговорим о ловле судака, плотвы, густеры и продолжим ловить сома. Но обо всем по порядку. Температура с началом недели будет возрастать, достигнув максимума в 30 градусов. Затем последуют осадки в виде сильного дождя в пятницу и субботу, а температура упадет до плюс 24 градусов. Атмосферное давление к концу недели упадет с 755 до 745 миллиметров ртутного столба. Ветер в среду сменится с восточного на северный и будет достигать 4 метров в секунду. Убывающая луна приносит наибольший клев при стабильной погоде. Исходя из этого, наилучшими днями для рыбалки будет середина недели, особенно четверг. Рыба отлично чувствует погодные изменения. Убывающая луна в сочетании с приближающейся непогодой приносит временами отличный клев. В субботу ожидается новолуние. Стоит выбирать приманку покрупнее, дабы отсеять активного в такие дни малька. Судак в августе держится исключительно чистой воды. На небольших прудах он будет держаться на самых глубоких местах, а также часто будет встречаться у природных родников. Сюда он заплывает в надежде поохотиться на малька и надолго тут не задержится. Подходить на мелководье судак будет лишь в утренние и вечерние часы. Эту рыбу можно ловить на поплавок и спиннинг, на небольшие колеблющиеся блесны серебристого или желтоватого оттенка. Плату в наших водоемах можно встретить повсеместно. С началом августа чаще всего она встречается в травянистых заливах и затонах и возле ям в диких плесах. Ловля происходит чаще всего на поплавочное удилище длиной до 6 метров. Желательно оснастить его катушкой и пропускными кольцами, сквозь которые продеть леску диаметром в 0,15 мм с поводком до 0,12 мм сечением. В августе плотву можно ловить как на насадки животного, так и растительного происхождения. Густера кормятся в природных слоях водоема на протяжении всего дня. При этом рыба держится строгого распорядка дня, посещая одни и те же места день за днем. Лучшими снастями в августе выступят маховое удилище и фидер. Поводок при использовании фидера должен быть коротким до 15 сантиметров, а толщина его сечения не должна превышать 0,12 мм. Сом в августе все дольше задерживается на охоте. Идеальным временем для его ловли станет вечер и ночь четверга. Эта рыба превосходно чувствует приближающийся дождь и будет охотиться куда активнее обычного. Чаще всего его можно встретить на глубоких ямах с коряжником или на течении с водоворотами у крутых берегов. Продолжаем ловить речного гиганта ночью с берега на жесткий спиннинг или ближе к вечеру с лодки на квок или троллингом. Следует помнить, что сом – падок на приманку, которая волочится по дну. И это можно и даже нужно использовать. Именно поэтому ловля этой рыбы на троллинг в августе становится наиболее популярной у обладателей плавающих средств. Подведем итог. Исходя из погодных условий и лунного календаря, лучшим временем для рыбалки станет середина недели. Судак будет держаться на среднем и быстром течении в средних слоях водоема. Ловим спиннингом на воблеры и блесна длиной до 7 сантиметров. Плотва будет чаще подходить к берегу в местах свободных от водной растительности. Ловим поплавком на червя, тесто или хлеб. Густеру можно будет найти на дне водоема с обилием водорослей. Ловим фидерной снастью в утренние и вечерние часы на бутерброд из опарыша и перловки. Ну и конечно же продолжаем ловить сома с помощью квока или троллингом. Приманки традиционные – пучок червей с подсадкой пиявки, мясо ракообразных, медведка или кузнечик. Я желаю вам хорошо провести время на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи.